Приветствую вас. В первую очередь хочется сказать, что ваш вопрос направлен в большей степени, пожалуй, на симптоматику на данный момент, нежели чем на решение проблемы, потому что с точки зрения психологии, излишний вес, проблема переедания связана с несколькими очень важными факторами. Во-первых, переедание является разновидностью орального поведения, что отличается от потребностей в любви человека, и, соответственно, неконтролируемое поглощение пищи или, насколько я знаю, это называется булимия или расстройство пищевого поведения, связанное именно с несоставником любви к себе. И возникающим из этого рэкетного чувства, что я никого не достойна, что я ни с кем не буду и, соответственно, желанием это подтвердить через отталкивание людей от себя. Это достигается через, как раз таки, полноту, ну, да, потому что считают, что полные люди отталкивают, хотя на самом деле это не так. Вот. Значит, соответственно, вы что-то в себе не принимаете. Это первое. Второе. Плата большой вес – это защита. То есть, вы от чего-то защищаетесь, вы в чем-то видите для себя угрозу. И, соответственно, пока угроза не будет снята, ну, вы, получается, будете отнимать из себя что-то, не давая себе ничего взамен. По факту. По сути. Ну, это позиция так себе. Следующий момент – это то, что касается реакции на стресс. Если вы находитесь для себя в стрессовой ситуации, допустим, то еда помогает вам стресс понизить. Ну, соответственно, опять же, желая или требую от себя похудеть, вы не даете себе никакого другого средства от стресса, что не может, конечно, образно говоря, влиять на вас, да, на, ну, на то, что, на то, как вы себя чувствуете, на то, как вы себя ощущаете и так далее. То есть, это вот такая очень важная история – это такой вот достаточно, ну, достаточно важный момент для вас. Следующее. Что касается быстрого результата. Здесь, на мой взгляд, идет сравнивание себя с другими людьми. То есть, ну, вот это то, что, то, что делаете вы. Справнивать себя с, ну, с другими людьми. То есть, вот, если смогли они, да, то, соответственно, там, должна я смочь. И меня особо-то, в общем-то, волнуется, что я свой, ну, что я отдельный человек, да, что я своеобразный человек, что у меня может, там, грубо говоря, что-то получаться, что-то нет, да. Вот, и что, условно говоря, что я могу в чем-то преуспевать, да, в чем-то могу, ну, как бы, в чем-то у меня могут быть неудачи. Вот, в общем, вот. И это вот в свою, ну, в свою очередь это очень важный момент. На мой взгляд, да, это важный момент, значит, на который я хотел бы обратить ваше внимание, потому что это важно. То есть здесь вы пытаетесь просто, как мне кажется, сравнивать себя с, значит, ну, с другими людьми. Вот, и для вас вот таким, ну, важным моментом является успех. Чтобы я, ну, чтобы я смогла, чтобы я смогла, чтобы я смогла добиться успеха. Ну, вот, ну, в этом, вот тут, в том, какую цель я себе поставила. И добиться успеха не просто, не просто добиться успеха, на мой взгляд. Добиться успеха я должна быстро, вот, если я не добилась быстрого успеха, то, значит, со мной что-то не в порядке. Так это, по крайней мере, выглядит. Таким образом, настраиваться на похудение, помимо того, что желательно понимать, а вообще вам это для чего вообще нужно. То есть, ну, обратно говоря, мне зачем вообще похудеть? Я вообще, ну, вообще, зачем хочу похудеть, чтобы что? Вот, да, как будто, что я, эээ, что я получил от того, что похудею, что конкретно я хочу получить, эээ, от, там, грубо говоря, похудения, да? Вот, помимо этого нужно еще и, эээ, разобраться с тем, что вы, эээ, какую проблему вы решаете через, через, эээ, ну, через переданы. Вот, потому что, эээ, если, эээ, вот, эту проблему, если именно эту проблему, эээ, не рассматривать, да? Ну, я бы сказал, что, эээ, что, эээ, ну, ваши, эээээ... усилия, они, ээээ... просто-напросто будут пропадать в ээээ... тюне, потому что, ээээ... ну, по факту вы будете сами себя, ээээээ... саботировать, как мне... ээээ...к... мне кажется. Вы будете себя саботировать именно потому, что в глубине души вы будете, вы не будете знать до конца, зачем я это делаю. Для чего я это делаю? Чтобы что я это делаю? Чего я хочу, условно говоря? Что мне нужно, условно говоря? Понимаете, какая штука? Такая вот история. Сперва крайне желательно убрать те причины, которые объективно вас мотивируют на то, чтобы передать. Вот. А дальше уже, потом, можно будет говорить о том, чтобы вам помочь похудеть, когда не будет факторов негативных и отягощающих вас. Это то, что мне кажется актуальным. То, что мне кажется нормальным. То, что мне кажется вполне себе приемлемым. Ну, как бы в этой вот ситуации. Дальше, значит, вы спрашиваете. Так, значит, буду рада. Так, значит, можно ли вообще ставить себе такие амбициозные цели? Нет. Нет. Понимаете, вот, это тоже очень важный момент. Здесь такая вот, я бы сказал, знаете как, я бы сказал, это хитрость такая вот, ну, к какой-то степени психологическая хитрость. Вот. Как бы я буду ставить себе такие цели, которые я скорее всего не смогу выполнить. Вот. И не выполнив эти цели, не добившись этой цели, я смогу себя освободить. Вот. Понимаете? То есть, как бы, тут вот момент как раз в том, да, что фактической, ну, фактической, фактической цели вы не добиваетесь. Фактической цели вы не достигаете, к сожалению. Вот. И это, ну, как бы, это позволяет, может быть, вам решить какую-то, какую-то локальную проблему. Да, ну, недолгосрочную, недолгосрочную проблему, может быть, помогает вам это решить. Ну, любая, 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 более-менее, 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 долгосрочная проблема, любая, более-менее, долгосрочная проблема, ну, как бы, вот, перед таким подходом, к сожалению, просто сдастся, сдастся. И мне кажется, что в глубине души вы сами об этом, в принципе, знаете. Мне кажется, что вы знаете, что скорее всего спасуете просто. Не потому что вы там трусливая или что-то такое, нет. Просто потому что изначально цели были не совсем адекватные, вот. И что может быть даже важнее, это то, что вы себя будете корить. Что вы себя будете корить и гнобить за то, что этой цели не добились. Поэтому цели лучше, чтобы были, знаете, ну такие вот адекватные, да. То есть, чтобы эти цели вы могли прям вот достичь здесь и сейчас. Прям вот в сию минуту. Ну может быть не в сию минуту прямо, но по крайней мере быстро. Вот. Чтобы это было реально. Чтобы это, чтобы не было такого, что там, ну, что я не знаю, когда я этой цели добьюсь. Я не знаю, когда я смогу это сделать. Вот. Чтобы такого не было. Не было. Вот. Если такого нет, да, то, ну, в принципе, все в порядке, я думаю. Ну, мне так, по крайней мере, кажется. Дальше. Значит, на что еще хочется обратить ваше внимание. Первое. Это то, что психологи не дают совет. Да? Как бы. То есть, у нас есть профессиональничка и она не позволяет нам давать советы какие-то, да, и так далее. Это первое. Это первый такой важный момент. Второй важный момент. Любой совет, который вы можете получить вами, вполне может быть воспринят и отреагирован, как то, что в вашей жизни уже было. В опыте вашем. Это может быть какое-то принуждение, это может быть чувство вины, это может быть самобичевание, раздражение, развечерование, там, гнобление себя и так далее. Да? И, условно говоря, условно говоря, в этом для вас ничего хорошего нет. Условно говоря. Да. Потому что, потому что одна не свобода, меняется другой не свобода. Поэтому то, над чем вам нужно подумать, на мой взгляд, это над тем, да, вот как я буду это использовать. Вот, допустим, я похудею. Завтра. Все. Завтра я похудела. Что я буду делать? Как я буду использовать новые обретенные, там, свои возможности и так далее? Что я буду думать про себя? Да? Вот. Ну, и последнее, наверное, последнее, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы, грубо говоря, пытаетесь выйти. Вы пытаетесь выйти, откуда, оттуда, откуда вы не понимаете, как вошли. То есть, чтобы понять, как выйти, да, нужно понять, как вы вошли. Если вы не понимаете, как вы вошли, вы не поймете, как вы, как вам выйти из ситуации, ну, из своей истории. И, соответственно, соответственно, это важный момент. То есть нужная история вашей жизни. Проработка тех аспектов вашей жизни, которые с вами происходили. Безусловно говоря, события, опыт, там, какие-то моменты жизненные и так далее, да? И вот только после того, как мы все это, образно говоря, узнаем и поймем, да, вот тогда уже можно будет говорить о чем-то. Тогда уже можно будет говорить про помощь вам и так далее. Пока что это, к моему большому сожалению, это просто похоже на такую, знаете, я бы сказал, вот я бы сказал, да, что это похоже на такую же своего рода игру. То есть я сейчас сделаю вид, что я работаю над собой, а потом мы придем к тому, что у меня ничего не получилось, да, мы придем к этому. И после я могу вновь продолжать, там, условно говоря, сокрушаться по поводу, там, своего веса, да, лишнего или, там, по поводу того, что... Я неудачница, например, да, или, там, может быть, может быть, еще какие-то моменты, какие-то моменты. Вот. То есть это по факту такая вот получается игра. Игра в жертвенность. И честно говоря, мне не хочется вам помогать в этой игре играть. Ну, брат, потому что у этого нет никакого смысла. Если у вас передание достаточно мощное возникает, да, то есть, ну, серьезное, условно говоря, вот, то вам имеет смысл, имеет смысл обратиться к врачу, чтобы вам, ну, помогли, да, вот, чтобы вам помогли, чтобы помогли вам, разведили медикаментозное количество в том числе. Вот. И в это время очень важно работать с специалистом, да, то есть, как бы, ну... очень важно в этот момент заниматься психотерапией. Вот. Ну и последнее. Последнее, на что хотел бы обратить ваше внимание, это, так называемые жесткие рамки ваших, которые вы, вот, сами на себя, там, грубо говоря, накладываете, да, вот эти вот именно жесткие рамки, о которых вы говорите. А-а-а-а, значит, откуда эти жесткие рамки? Почему, если я, если я запрещаю себе, там, например, есть, да, тут, если я, грубо говоря, сажусь на диет, то почему я хочу сразу похудеть насильно и намного? Почему ради этого я должна, там, ну, грубо говоря, там, не знаю, рвать жилы, да, почему я ради этого должна, там, ну, жертвовать, там, какими-то, ну, не знаю, радостями, там, жизни и всякое такое, вот. То есть, видите, здесь у вас к себе жесткие требования. За жесткими требованиями, как правило, всегда скрывается, э-э-э, вот это вот, такой, знаете, э-э-э, ну, такой хитрый, я бы сказал, хитрый, хитрый ребёнок, да, вот, который, э-э-э, ну, знает, что, что, э-э-э, требований, конечно, много, вот, их много, требований, да, но ребёнок знает, что требования эти, они, э-э-э, мягко говоря, выполнены никогда не будут, да, и, соответственно, э-э-э, ребёнок, он такой вроде бы, э-э-э, ну, как бы, он вроде бы, э-э-э-э, правильный такой, вот, а в то же время он, как бы, ну, обманывает, э-э-эм, обманывает и себя, и окружающих, и окружающих, так, он, э-э, скорее всего, он справляется с неким стрессом, который у него, у него есть, то есть вам, вам желательно, вот, ещё важный момент, вам желательно научиться быть, э-э-э, честным, честным, именно, э-э-э-эм, с самой собой, вот, э-э-э-э-э, если, э-э-э-э, если вы, э-э-э-э-э-э, сами с собой не честны, что ничего хорошего, на мой скромный взгляд, не будет у вас, ну, получаться, потому что это всегда будет, по сути, натыкаться на стену из, ну, из, стену из противоречий, из самообмана и из, как бы, ну, каких-то вот вторичных, вторичных выгод. Которых вы сами не будете, ну, будете не всегда понимать, далеко не всегда. Вот, и в итоге просто вы будете топтаться на одном месте, вас это будет истощать достаточно, ну, достаточно сильно. А вот, как бы, ну, никуда двигаться вы не будете, к сожалению. Вот это то, что я хотел вам сказать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам Татьяна. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится ваша. Я рекомендовал бы вам сделать следующее. То, что, ну, вот мой ответ, да, по тезису для себя выписать и по каждому тезису смотреть и думать. Вот, и с мыслями по каждому тезису. Взять, обращаться. Выбранному специалисту. Спасибо. 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 Спасибо.